У этого предприятия совершенно мирное название, но Россия гордится его военной продукцией. Танки, созданные здесь, в Нижнем Тагиле, на Уральском вагоностроительном заводе, признанные лидеры оборонной техники, которые взяли на вооружение армии нескольких десятков стран. Завод расположен на западе Свердловской области, в Нижнем Тагиле, до Екатеринбурга, где находится ближайший аэропорт, 146 километров. От Москвы и до центрального города Урала чуть более двух часов лета. Промышленные предприятия Урала сыграли важнейшую роль в истории развития российской индустрии. Танкостроение сложнейшее и наукоемкая отрасль, показатели интеллекта и потенциала страны. Здесь, на Урале, бьется сердце и работает мозг российского танкостроения. Хочешь мира? Готовься к войне. Следуя этому наставлению, на Уралвагонзаводе поддерживают боевую мощь страны, не снижая темпов производства гражданской продукции. Подход, заложенный на предприятии еще в первой половине прошлого века, остается актуальным и сейчас. Это мгновенный трансформер, где вагонная линия может стать танковой и наоборот. Визитной карточкой одного из крупнейших в мире научно-производственных комплексов во все времена были железнодорожные грузовые контейнеры и цистерны. За всю историю завода из этих цехов вышло более миллиона вагонов различного назначения. Все цеха расположены на одной промышленной площадке и связаны между собой. Эта гигантская продуманная система позволяет поддерживать высокие темпы производства. Некоторые массивные детали поставляются из цеха в цех по подземным конвейерам. Таким образом, завод выпускает 72 вагона и 22 платформы для цистерн в сутки. История развития этого уральского тяжеловеса от 30-х годов прошлого века до наших дней полна впечатляющих цифр и фактов. На заводе был достигнут абсолютный мировой рекорд в танкостроении. С начала Второй мировой войны он выпустил около 100 тысяч единиц бронетехники. Эволюцию конструкторской мысли можно проследить, посетив музей, которым в Нижнем Тагиле гордятся не меньше, чем производственными цехами самого предприятия. Вот они, 13 боевых машин, составляющих экспозицию музея. Все они на ходу и до сих пор принимают участие как в полевых испытаниях, так и в парадах военной техники. Есть здесь и серийные танки, и совершенно уникальные экземпляры, которые можно увидеть только в этом музее. Ну и, конечно, самый массовый танк Второй мировой войны – легендарный Т-34. Один из важнейших символов победы над фашизмом. 18 декабря 1941 года водитель-испытатель Федор Харченко вывел из ворот сборочного цеха первый танк Т-34. Он проехал по рабочему поселку, ознаменовав начало эры тагильского танкостроения. Эти машины сражались под Сталинградом, на Курской дуге, в Вене и Праге, штурмовали Берлин. Каждый второй танк Т-34, который принял участие в боевых действиях Второй мировой войны, был собран в Нижнем Тагиле. Т-34-76. Выпускался с 1941 по 1944 годы. Масса 30,9 тонны. Экипаж 4 человека. Вооружение. Пушка калибра 76,2, спаренный пулемет. Начальная скорость бронебойного снаряда — 662 метра в секунду. Скорострельность — порядка 1-2 выстрелов в минуту. Мощность двигателя — 500 л.с. Максимальная скорость — 55 км в час. Эта грозная боевая маневренная машина заслуженно признана лучшим танком Второй мировой войны. Т-34 оказала огромное влияние на ее исход и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. При создании этого танка советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими и технологическими характеристиками. Первая опытная партия из 10 танков сразу показала. Т-34 — настоящий хозяин поля боя. Его нужно как можно быстрее ставить на поток. Начало серийного производства стало завершающим этапом трехлетней работы советских танкостроителей по созданию принципиально новой боевой машины. Девиз главного конструктора Т-34 Михаила Кошкина — сделать просто очень сложно. Поэтому простота и боевая эффективность стали основными преимуществами этой машины. Большинство неполадок экипаж мог устранить прямо на месте в боевых условиях. Например, починить вышедший из строя двигатель, заменить прицел или восстановить гусеничные траки, в то время как противник в аналогичных условиях был вынужден эвакуировать технику с поля сражения. С началом Второй мировой войны перед инженерами были поставлены новые задачи — свернуть выпуск всей гражданской продукции, приступить к мобилизации и быть готовыми оказать помощь заводам, которые будут переключены на выпуск Т-34. На начало войны танк Т-34 превосходил немецкие танки по бронезащите, огневой мощи и подвижности. Броневую защиту обеспечивали катанные листы брони толщиной 45 мм, которая не могла поразить немецкая техника на дистанции более 150 метров. Огневая мощь машины Т-34 обеспечивала 76-мм пушкой, которая могла поразить немецкий танк на дистанции 2 километра. До сих пор, находясь на вооружении некоторых государств, в 21 веке «тридцатьчетверка» выполняет, безусловно, прежде всего, роль памятника истории. Многие из сохранившихся машин стали мемориалами героям войны. Последний Т-34, выпущенный «Уралвагонзаводом», в 1945 году по просьбе рабочих, был установлен у проходной. Спустя 36 лет он своим ходом переехал на новое место, вот к этому постаменту. И после этого продолжал принимать участие в праздничных парадах победы. Славу заводу принес танк «Легенда». Но этот промышленный гигант изначально был создан как мирное производство. Для строительства на Урале одного из крупнейших предприятий мира были исторические предпосылки. Накануне Первой мировой войны, когда в России формировалась сеть железных дорог, в стране потребовалась продукция транспортного машиностроения. Прежде всего, конечно, вагоны. Тогда и появились первые предложения о создании нового современного вагоностроительного завода. Здесь, в Нижнем Тагиле. Следуя опыту и традициям своих предшественников, первых металлургических заводов Урала, предприятие выбрало путь комбината, объединяющего более сотни различных подразделений. Первый грузовой вагон сошел с конвейера завода 11 октября 1936 года. В то время на предприятии круглосуточно в три смены трудились 16 тысяч человек. Это позволяло выпускать 54 тысячи вагонов в год. И вот еще одна внушительная цифра. Каждый третий вагон на магистралях огромной страны был сделан в Нижнем Тагиле. Формат замкнутого цикла изначально позволял перевести мирное производство в оборонное, что в начале тревожного 20 века было особенно важно. И в рекордные сроки, всего за два месяца, Нижний Тагил превратился в настоящий танкоград. Это был без преувеличения трудовой подвиг рабочих, инженеров и служащих. В 1941 году был пущен первый в мире танковый конвейер. Уральский вагоностроительный еще в конце 30-х годов был выбран дублером Харьковского завода на случай войны. Для того, чтобы усилить мощь уральского предприятия, в августе 1941 вышло распоряжение об эвакуации сюда 12 заводов из западных частей страны. В Нижний Тагил хлынул поток рабочих и их семей – более 70 тысяч человек. Изучая документы тех лет, историк Алла Песлегина подсчитала – население города в считанные недели увеличилось почти в 4 раза. Десятки тысяч переселенцев из юго-западных регионов страны приезжали на строительство Уралвагонзавода. Здесь даже открывали школы, где преподавание велось на татарском, удмуртском, украинском языках. Предприятие было огромным. И тем не менее, для установки всего эвакуированного оборудования пришлось построить еще четыре цеха. Самоотверженность танкостроителей поражает современных историков. Чтобы начать поставку вооружения на фронт как можно скорее, сначала монтировали и запускали станки. Работали прямо под открытым небом, несмотря на холода. Сами цеха, стены и кровлю вокруг нового производства возводили уже потом. Оплотом российского танкостроения было суждено стать уральскому городу Нижний Тагил. В 1941 году вагоностроительное предприятие за невероятно короткий срок, всего лишь два месяца, превратилось в лидера по поставкам бронетанковой техники для советской армии. Вот здесь находился конвейер, с которого за годы Второй мировой войны сошло 26 тысяч танков. Первое в мире поточно-конвейерное производство боевых машин уже за первые недели работы полностью доказало свою эффективность. Каждый час с конвейера сходил новый танк. На заводе трудились круглосуточно, в две смены по 12 часов. Работать разрешалось подросткам с 14 лет. Здесь, помимо танков, выпускались также бронекорпуса самолетов Ил-2, ракеты М-13 для легендарной «Катюши». Кроме того, предприятие изготавливало авиационные бомбы и лафеты, опоры для артиллерийских орудий. Конструкторское бюро «Уралвагонзавода» формировалось лучшими военными и гражданскими инженерами страны. На оборонную промышленность были брошены все силы. Вот на таких кульманах создавались чертежи абсолютно всех всемирно известных советских танков. Это была тяжелая и скрупулезная работа, ведь для выпуска одного только Т-34 потребовалось 17 тысяч чертежей. Ранние чертежи боевых машин создавались на батистовых кальках. Тончайшая ткань обеспечивала самое долгосрочное хранение бесценных секретных материалов. Но трудность заключалась в том, что чертежник не имел права на ошибку. Стереть неверную линию с батиста, как с обычной бумаги, невозможно. При малейшей погрешности всю работу приходилось начинать заново. Даже далекому от оборонной сферы человеку интересно проследить, как с изменением самой тактики ведения войн рождаются принципиально новые конструкторские идеи. Каждый выпущенный в Нижнем Тагиле танк был незаменим именно для своего времени. Но, как показывает история военной промышленности, на пути создания машин нового поколения предшественников современных инженеров неизбежно ждали не только победы, но и разочарования. Вот старейший макет тяжелого танка Т-35, сконструированный в середине 30-х годов прошлого века. На примере такой модели авторы проекта могли наглядно продемонстрировать соотношение башни, ходовой части, вооружения, а также принципы управления будущего танка. И вот исторический парадокс. Очень скоро создателям Т-35 пришлось признать свой просчет. Массивный механизм с огромным экипажем 12 человек стал ошибкой разработчиков. Слабая броня, огромные размеры и неповоротливость превращали Т-35 в отличную мишень для вражеской артиллерии. Танк выпускался на Харьковском заводе. Была изготовлена всего 61 серийная машина. К началу войны Т-35 полностью морально устарел. Вот это прототип современной компьютерной 3D-модели. В альбоме 22 полупрозрачных листа, за счет которых изображение, смотрите, действительно становится объемным. Такие альбомы экипажи использовали как пособие по ремонту и эксплуатацию танка. Ведь здесь отображены абсолютно все детали до последнего винта. Для работы над этим проектом художников даже специально вызывали с фронта. Их мастерство высоко оценило руководство страны. Создателей уникального альбома наградили сталинской премией первой степени. Окончание Второй мировой войны для Нижнего Тагила не стало завершением эпохи танкостроения. В 1947 году в серию пошел Т-54, затем Т-55. Машина с упором на противоатомную защиту. Для своего времени это была выдающаяся боевая техника. По соседству с легендарным Т-34, модели, которые, участвуя в боях по всему свету, доказали свое превосходство над армией противника. Современные российские танки сохраняют боевые традиции. Огонь, броня, маневр воплотились в самом массовом танке конца 20 века. Т-72 стал основой сухопутных войск десятков стран и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как танк с самым тяжелым вооружением в мире. Т-72 серийно выпускался с 1974 по 1979 годы. Масса 41 тонна, экипаж 3 человека. Вооружение. Пушка калибра 125 мм, спаренный пулемет 7,62 мм, зенитный пулемет 12,7 мм. Защита от оружия массового поражения. Мощность двигателя 780 лошадиных сил, максимальная скорость 60 км в час. Оболочка лобовой части и башни представляет собой многослойные комбинированные броневые преграды, которые обеспечивают неуязвимость от большинства типов бронебойных подкалиберных и кумулятивных снарядов танковых и противотанковых пушек. Военная биография этой машины пестрит отчетами о модернизации. В конце 70-х годов прошлого века на вооружение был принят образец Т-72А, а спустя несколько лет Т-72Б. Цех окончательной сборки появился на Уральском вагоностроительном заводе в начале 70-х годов прошлого века. Это первый и единственный в мире конвейер по производству танков. Практически полный цикл. От выплавки крупных деталей до отгрузки заказчику. Современные разработчики брони для российской армии также используют принцип конвейера. По мнению инженеров, именно такой метод позволяет добиться максимальной скорости, качества и объемов столь наукоемкого производства. На каждой позиции конвейера работает специалист-операционщик, который обладает большим опытом сборки и выполнения данной операции, чем специалист-универсал. Это также дает возможность мобильности выполнения заказов. Отлаженный многолетним опытом инженеров, заводской механизм работает как часы. Хотя и в современном танкостроении есть манипуляции, которые не доверишь автомату. Двигаясь по сборочной линии от одной группы специалистов к другой, сложный металлический организм танка наполняется жизненно важными органами, которые делают его идеальным, практически неуязвимым оружием. Это один из самых ответственных этапов сборки танка – установка двигателя. Далее специалисты вручную собирают на борту системы, которые обеспечивают бесперебойную работу сердца грозной машины в самых разных климатических условиях. При температуре от минус 50 до плюс 50 градусов, хоть в суровом заполярье, хоть в жаркой пустыне. Эра отечественного танкостроения насчитывает почти 100 лет. Первая российская машина, получившая название «Борец за свободу товарищ Ленин», в 1920 году сошла со стопелей завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Спустя век на Урале создают уже около десятка наименований бронетанковых механизмов. В этих цехах производят всю современную российскую военную технику, известную во всем мире. Причем не только легендарные танки, но и машины боевой и технической поддержки. Но прежде чем на козов будет нанесен последний слой краски, каждый из них проходит не один этап испытаний. На протяжении двух-трех дней контролеры проверяют все электронные и механические системы еще до того, как вывести только что собранную технику на полигон. В этой части цеха тестируют гордость современных уральских конструкторов – многоцелевую, высокозащищенную гусеничную машину огневой поддержки. Подчеркивая боевые качества, разработчики так и назвали свое детище – «Терминатор». Воевая машина поддержки танков. Уникальная разработка корпорации «Ураловгонзавод», не имеющая аналогов в мире. Большой спектр применения данной машины. Есть возможность сопровождения колонн, также ведения огня на поле боя. Имеет возможность борьбы с пехотой противника, с бронированной техникой и также для борьбы с воздушными целями противника. Масса 48 тонн, экипаж 5 человек. Вооружение. Две автоматические пушки, калибра 30 мм, скорострельность 600 выстрелов в минуту. Комплекс управляемой системы атака, пулемет, автоматический гранатомет. Скорость движения 60 км в час. Вот она, движущая сила современной армии. Мощное вооружение, совершенные приборы управления огнем и высокая маневренность. Разработчикам удалось создать абсолютно новый механизм для поражения пехоты, борьбы с вертолетами, а также низколетящими целями. По сочетанию трех основных показателей – боевые характеристики, скорость производства и экономичность – одним из лучших танков современности признан Т-90. Этот танк оснащен автоматической системой защиты от сверхточного оружия – ракеты снарядов с головками самонаведения. Танк Т-90С. Выпускается с 2001 года. Масса 46,5 тонн, экипаж 3 человека. Вооружение. Пушка калибра 125 мм, спаренный пулемет, зенитный пулемет. Управляемый ракетный комплекс с лазерной системой наведения. Максимальная дальность стрельбы ракетой – 5000 метров. Мощность двигателя – 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость – 65 км в час. Глубина подводного вождения – 5 метров. Представляя собой последнюю модификацию машин легендарного семейства танков Т-72, Т-90 воплотил в себе практически все лучшее, что было создано в отечественном танкостроении к началу 21 века. Какова производительность завода? Сколько здесь работает сотрудников? Сколько специалистов задействовано в создании одного танка? Все это – секретная информация. В 21 веке легендарный Уральский вагоностроительный завод является лидером по производству бронетанковой техники в России. Цель уничтожена. В 21 веке легендарный Уральский вагоностроительный завод. Изначально построенный для мирного производства Уральский завод стал легендой отрасли военной. В мировую историю Уралвагонзавод вошел прежде всего как создатель знаменитого танка Т-34, сыгравшего ключевую роль в исходе многих сражений Второй мировой войны. С тех пор прошло много лет. Но и сегодня предприятие – лидер поставок военной техники.